Следующий вопрос от Любы. По Вашим внутренним ощущениям, где Ваш дом сейчас? В Нью-Йорке или в Кишиневе? Кто живет в Вашем пентхаусе и когда Вы по много недель на гастролях? По-разному. Больше я в Лондоне сейчас уже. Последние три года так было. Зависит от периода, над каким проектом я работаю, какие-то музыканты мне нужны или что мне нужно, я там нахожусь. Поэтому у меня несколько мест, где я живу, в принципе. В Лондоне Вы снимаете, да, Жилье? Или Вы собственные? Собственные. А на родине Вы вообще редко бывали? Да нет, вот последний год был частенько, там очень много этажей. С родителей больше родился. С семьей. А в Украине нет желания привести Жилье? Было желание, да. Я очень люблю Киев. Было такое желание. Но пока это так. Вам. С туром нужно проехаться. По Украине. С туром, да. Но для этого не надо как бы пить Жилье и как бы основаться в Киеве. Это зависит от того, как получится. Но были периоды, когда я думал об этом. Думал об этом. Виктория спрашивает. Наверняка у Вас есть звездные соседи на Матхайтэне. Кто они? Да. Я как-то рассказывал, что видео этого Леник родится там, в соседнем здании, в принципе. Он живет. И все. А других я не видел. Наверняка и много. Виктория спрашивает. Виктория спрашивает. Джеймс Бонд пьет мартини. Украинцы пьют горилку. Французы вино. А что пьет Дан Балан? Кстати, какое твое фирменное средство от похмелья? Похмелья. Я пью красное вино. Ну, иногда коньяк. Похмелья. Есть такие таблетки. Называются. Элка. Как называется? Элка. Да. Ну, короче, аспирин. А? Азельца. 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 Да. Азельца. Вот они вроде бы хорошие. Да. На основе аспирин. А виночки много вообще потребляли? Возможно, и вечеринка? Ну, много. Как получалось, мы веселились. Сейчас намного меньше. Да. А украинский способ от похмелья рассолду продали? Рассол? Да. А рассол это... Это что? Муар. В румынском это муаре. Да. Это, кстати, у нас тоже одно из средств. Ну, а я... У нас его не было никогда, в принципе, в холодильнике. Поэтому не привольно. Угу. Оля спрашивает, часто ли вы дрались с детства, или вы сейчас тоже не против помахать кулаками? Ну, не часто. Было там раз в четыре-пять, может быть. Но... Сейчас... Сейчас вообще не хочется так заниматься ни отчего. А вообще серьезные враги были? Правны получали? Ну, не думаю, что очень серьезные. Конечно, там финал какой-то был там. Куба. Я помню, была... Раскрылась. Там что-то такое. Ну, ничего особенного. Ну, это больше в детстве, да, в доме? Ну, да. Детство юноши, ну, там, 13 лет. Подростковым, да? Подростковым. Да. Вопрос от Андрея. А вы когда-то нарушали законы? Законы? Да. Возможно, там, за рулем какие-то вот такие, но не больше. А что, это было превышение скорости? Да, превышение скорости там, может быть. Какие-то вот такие вещи. А в нетрезвом состоянии приходилось следить в машине? Нет. Это было возможно, когда он был еще очень молодым, только начинал. Помню, было пару раз, и тогда что-то случилось, но не очень серьезно. Тогда я понял, что это может вообще не зависеть от меня, и с тех пор не раз. Это очень серьезно. А, права они туда не отбирают. Например, у нас недавно в одной артистке отобрали права, будем называть. Ага. Но у вас не отбирают? Нет. Такой вопрос от Оксаны. Можете припомнить такие моменты, которые смешно вспоминать, и за которые стыдно? Смешно и стыдно. Смешно и стыдно. Ну, были какие-то, конечно, были. Должен вспомнить, кто из них рассказал. Возможно, какие-то смешные выступления, что он запомнил. Да, я упал. Даже не на выступления, а на самом учебе в Румынии было в городе. Прошел в пол, потому что там показывали. И я упал. Там было смешно, потому что я говорю на саундчеке, вот здесь еле держится какая-то, был язык на сцене. И она еле держалась, какая-то плитка вот такая большая. Я говорю, да нет, все нормально. Я говорю, ну как нормально, не смотрите. Я говорю, да нет, нормально. Я подпрыгиваю немножко больше, и я реально падаю туда. Ну, вот доказал мне как-то. Доказал. Она во время прямых эфиров что-то случалась? Во время прямых эфиров? Как это бывали слова возле песни? Такого не было. Вроде бы не было прямых эфиров. А, был один случай. Вот это было очень, очень смешно. Были в передаче телевизионной в Румынии. И там в той передаче тематика была там со спортом. Там разные там приходили звезды и там что-то со спортом. Я говорю, я рассказываю. Я занимался Тайкондо действием. Я могу делать хвост дракона. Не знаю, тебя там выращиваешься и бьешь. И я говорю, да ты что, да. Там был вот такой большой диман. Снежность. Груша. Там большая груша. И там огонь мог удалять. Я говорю, да. А я такой с размаху повернулся. А там вот линолиум тоже такой очень скользкий. И коврик. А я как раз на этом коврике. И когда я повернулся, этот коврик соскользнул. И я упал. Очень смешно упал. Потому что я такой, я умею хвост дракон. Побрать. И так в полете, в принципе, упал. Не сильно больно было, помню. Было больно. Но это было больше стыдно, чем больно. Потому что смешно было. К счастью, это было в 2002 году. Когда ютуба еще не было. Ничего такого не было. К счастью, такая записи нет где-то. К счастью. Такой вопрос. Макс спрашивает. Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда в жизни не попробуете? Да. Я наркотики никогда не буду пробовать. Сто процентов. Что еще я не буду пробовать? А что-то другое. В ближайшие 10-15 лет точно не будут какими-то очень сильно экстремальными. Например. Найдерест. Да. Альпинизмом экстремально. Что-то очень. А такое, наверное, не сделают. Может быть, через какое-то время мне захочется. Есть друзья, которые сейчас ставили все и начали просто экстримом заниматься. Может быть, вот такие времена мы останутся. Не знаю. А в противовес этому, чему бы вы хотели научиться в первую очередь? Возможно, есть такие вещи, которым вы все никак просто не рискнете научиться. Мы очень хотели бы. Я не рискну научиться. Или чего бы я хотел? Нет. Чего бы вы хотели? Чему бы вы хотели научиться? Научиться я бы хотел... Сёрфингом хочу заниматься. Хотел бы научиться. Это интересно. Что ещё? Ну, прыгнул бы с парашюта, ещё не пробовал. Наверное, в следующем каток попробовал. Что ещё? Ну, ни в голову, ни в голову. Наверное, очень много чего хотел бы научиться. Языки побольше, может быть, знать ещё. Пока вы четыре знаете. А итальянский как? Да. Итальянский сейчас учу, кстати. Да, откуда? Почему? Сквозь. Вы знаете ли, что я учу? Нет, просто вы говорили ещё пару лет назад, что вы учите итальянский. Как раз хотелось спросить, вы же вы учили его? Да. Ну, намного лучше уже, да. Но, чтобы сказать, что я его знаю. Понимаю, а так уже нормально. Вы сказали, что никогда не будете пробовать наркотики, а траву когда-то пробовали? Вот это единственное, да. Траву, конечно, пробовал. А кто не пробовал? Да. Да. Ну, вот она уже легальная и в Америке, и в многих странах, в принципе. В Амстердаме? Ну, в многих штатах Америки она легальна тоже. В Калиформии она легальна, в Нью-Йорке уже легальна. Так что, это не пропаганда, это плохо. Нет, нет, нет. Да, просто я так сказал. Это плохо, занимайтесь спортом. Пейте, всё хорошо. Хорошо. Наталья спрашивает, песню «Вернёт меня домой». Случайно, в Амстердаме написали, она такая сюрреалистичная. Сурреалистичная, почему в Амстердаме? Да. В связи с того, что мы сейчас говорили? Ну, я написал, что достаточно необычные слова песни. Ну, я хотел, чтобы они были такие более, скажем, поэтичные, что ли. Что у нас, ну, я рос с румынской поэзией, у нас метафоры и вот стиль, всех этих там эпитетов, эпитетов по-русски. Это всё, эти формы, они немножко по-другому, чем на русском языке. И более какие-то, больше символизма, в принципе. Более, нужно вникнуть намного больше и глубоко. Мы как-то привыкнули, когда я вот сочиняю вот такие, много символизма. Обычно нам говорят, ну, непонятно вообще о чём, да. И, наверное, вот «Домой» есть немножко вот такого, да, для нас более очевидно, что я хотел сказать там, да. А вот я заметил русскоязычное немножко недопольное. Потому что, наверное, форма, как я это говорю, наверное, не совсем по-русски, может быть, не знаю, как это привыкли. Как-то так, наверное. А Вера спрашивает, ваши поклонницы когда-то бросали нижнее бельё на сцену? Бывало. Бывало, но я не взял. А когда это было? Со времён группы «Озон» больше? Ну, наверное, больше тогда, да. Нет, но потом, когда я сольно тоже пару трусиков плетал. А поклонницы футешистки у вас есть, которые коллекционируют что-либо, что касается вас? Возможно, даже так, незаметненько тырили что-нибудь у вас там? Тырили? Вроде бы нет. Они больше дарили. Больше дарили. Также Вера спрашивает, состоится ли новый дуэт с Верой Грежневой? Будет ли какая-то новая песня? Ну, не знаю. Возможно. Мы с ней говорили недавно, кстати. А вы поздравили её со свадьбой с Константиной Миладзе? Поздравил. Поздравил. А на вас на свадьбой вообще не приглашал? Не знаю. Почему? Кстати, вот вы говорили с Верой. Сейчас преимущественно, конечно же, пишут песни Константин Миладзе. Вы всегда являетесь автором не слов и музыки своих песен. Вы согласились бы спеть чужую песню? Не свою? Конечно, согласился бы, если бы понравилась песня. Ну, а вы говорили, в каком контексте, что будете петь вашу песню? Если вот наступит момент второго сотрудничества или всё-таки, возможно, это будет другая песня? Не, мы говорили в том, что я напишу песни, песками я сочинил её, но если Константин мне предложил другую песню, с удовольствием, конечно. То есть мне нет такого, что только так получилось просто в жизни, что всё время я писал и не было, ну, не нужны были другие песни у других авторов. И, вроде бы, не предлагали какого-то хороших поэтам. Вот лирическая или более зажигательная песня? Не знаю, потому что это в процессе как бы мы ещё не начали обсуждать это конкретно. Хотя Вера говорила, что она хочет танцевально. Угу. 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 Пришёл вопрос во время онлайна от Раисы. Дан с возвращением. Спасибо за такие разные новые песни. Горячий привет от официального клуба Казахстана. Вопрос, что для тебя гармония? Ждём с концертами в Казахстане и готовили сюрприз. Они готовят сюрприз? Да, вам сюрприз. Супер, да. В Казахстане всё время приятные сюрпризы. А вопрос, как вы? Что для вас гармония? Гармония. Гармония, что для меня? Да. Гармония в принципе, она спрашивает, или гармония в чём-то? В принципе. Гармония, когда всё правильно. Ощущаемость правильности, да. То есть всё хорошо, всё в воздухе. Это гармония. И в отношениях людей, и в создавании чего-то, в результате какого-то. Наверное, так могу ответить, если в общем спрашиваю. Но лично вам что нужно для того, чтобы чувствовать себя в гармонии с самим собой и окружающим миром? Вот есть какие-то основополагающие факторы, которые вам помогают чувствовать себя в гармонии? Вот так лучше вопрос, да. Потому что, что я сказал, это правило, все знают. Да, это гармония. Да. Но для меня именно, что нужно для этого? Это... Я много учился этому, потому что у меня такая проблема. Я пытался долго много контролировать всё. Потому что я и тролюся, там, музыку, сочинения и всё. И вместе я всё время вижу продукты, и в клипе, и как надо, и всё. И мне всё время, да, хотелось всё контролировать, что я боялся, что, может быть, будет что-то не то. Всё время. Но со временем, как бы... Из этого давалось очень многое, то легко, то очень трудно, да. Может, какое-то напряжение. И всё время, когда я... У меня получалось отпускать это немножко. И я называю сейчас это, ну... Пустить Бога, чтобы Он делал дело, как бы... За тебя. Потому что контролировать всё не сможешь. И иметь, как бы, вот это... Эээ... 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 Доверие. Да. Угу. И когда это случается, вроде бы, гармония сама по себе приходит. И магия приходит. Это трудно. Потому что у нас у всех есть какие-то там боязни, да, какие-то... Были много неудач каких-то, маленьких или больших. И ты уже боишься, что опять произойдёт. Опять то или то произойдёт. И ты пытаешься контролировать всё, всё время. Именно исходя от этих страхов. А поэтому, если научиться вот... Просто отпускать как-то и контролировать на другом уровне всё. Ну, уровень, потому что контролировать, конечно, надо. Но совсем по-другому. Тогда гармония происходит легче. Интересно очень. А ещё вот у меня такой вопрос возник. Возможно, вы ощущали вот... Ощущение творческой депрессии или личной? Что вам помогает выбраться из этого состояния? Или, возможно, люди вас, окружающие, ваши друзья, любимые знают методы, которые точно помогут вам из этого состояния выбраться? Из депрессии? Да, из депрессии. Бывают у каждого такие... Или уныние, тоска. То есть, ну, каждый называет по-своему, да? То есть, что-то такое, что вас однозначно вытягивают из депрессии и всё, вы забывают. Наверное, как и любого человека, хорошие новости. Хорошие новости какие-то, конечно, это помогает. Особенно, если это связано с областью, из-за чего у тебя депрессия. В принципе, любые хорошие новости не поднимают настроение. Ну, как у всех, в принципе. А если вы имеете в виду что-то, именно какой-то подход, который вот кто-то сделает что-то, и мне это просто всё, вроде бы не знаю, что... Не знаю. Наверное, что-то есть, но я не замечал. Так же пришёл вопрос во время онлайна от Елены. Что нужно для того, чтобы сняться в вашем клипе? На кастинге просто. Мы обычно, что-нибудь обычно, режиссёр обычно, да, присылает на модельное агентство. В зависимости, что нам можно. Есть запросы. Там приходит куча фотографий. Выбираем на фотографии. Ну, как-то так. То есть, если сняться в клипе, нужно быть в каком-то, наверное, агентстве. Конечно, когда будут такие запросы, что присылали, ну... Так обычно случается. А вы отбираете экстрендентов для клипа? Ну, выбираете каких-то, которые идут. Там режиссёр думает, что сам лучше. А потом есть список, да, уже выбираете. Будет у вас возможность совершить любое действие, о котором на завтра все забудут? Это может быть что угодно. Это может противоречить устоям общества. Да что угодно. Но об этом завтра все забудут. Что бы вы сделали? Такой коварный вопрос. Это уже, если я говорю, что я бы хотел это сделать, то уже как будто это случилось, и никто не забыл. Ну, а так пофантазировать? Ну, пофантазировать. Что же можно сделать такое? То есть, вы же сразу рамки себе ставите? Ну, конечно, ставьте рамки. Слышит кто-то ещё мне. Потом думаю о чём-то более такого, не слишком ярком. Наоборот, хотелось бы самое яркое. Вот выключите камеру и расскажу, что бы я сделал, если на следующее утро все бы забыли. Но это зависит, что бы я сделал, будучи вот таким, как есть, или у меня есть какие-то возможности больше, или у меня есть сверхсилы, может быть. Угодно. То есть, если вопрос так поставлен, что бы все забыли, это значит что-то очень нехорошее. Да. Ну, тогда зачем сказать, что все забудут? Если всё хорошее, я же не хочу, чтобы все забыли. Или что-то не драги, или что-то плохое. Зачем бы я такое рассказал в камере, можете сказать? Настолько плохое, что я хочу, чтобы они забыли на следующее утро. Но ведь есть соблазн. Мы говорим о соблазнах. Здесь вопрос именно в контексте соблазна. Соблазн каким-то. Соблазн, который, в принципе, не позволил бы себе в обычной жизни. Но если бы забыли, на следующее утро. Вот ответь. Ответь ты, например. Я бы грабила банк. Пограбила бы банк. То есть, это именно процесс тебя заинтересовать? Нет. У меня же потом было бы много денег. Я бы стала, наверное, певицей. Можно? Нет. Так... То есть, возможности, если бы были какие-то? То есть, по-другому. Деньги дают возможности. Ты можешь делать что угодно. Правильно? Нет. Возможности, чтобы украсть банк. Захотеть украсть банк. Это одно. А грабить его, то нужны возможности. Ну, или с помощью других людей, хакеров, которые хакнут систему. Но, конечно, я буду за этим стоять. Они дадут всем мне деньги. То есть, у меня будет в распоряжении много денег. Но точно никто не знает, что это я. Меня просто не сломятся по личному. Да. Да. Это не континент. У меня места были совсем в другую сторону. Ха-ха-ха. Вот. Вот это неинтересно, что каждый человек думает по словам. Выключим камеру, я тебе расскажу все, что мне пришло. Ха-ха-ха. Здорово. Да. Давайте, что у нас еще? Что еще? Оля написала. Можешь просто передать большой привет твоим поклонникам ВКонтакте и тем, кто поддерживает тебя в голосовании, твоим самым приветованием поклонникам? Конечно. Конечно. Привет все. Привет все дорогие. Спасибо вам за поддержку, за все, что вы рядом все время. Там очень активные, активные мои друзья все. Хорошие. Еще такой вопрос от Маши. Я очень хочу узнать, писали ли вы письма Деду Морозу, когда были маленькими? И что бы у него просили тогда, и что бы попросили сейчас? Писал. Писал. Я помню, у меня мама спрашивала, я верил, конечно, Дед Мороз в всю эту историю. У меня мама спрашивала, что ты хочешь, чтобы Дед Мороз тебе подарил на Новый год? Я сказал, клюшку, хочу клюшку. В хоккей играли, да? Наверное. Я не написал ему. Я просто сказал маме. То есть моя логика была, как он мог узнать. Потому что, что это самое. Я говорю, мама, я понял, когда я тебе сказал про клюшку, он как раз пролетал. возле окна, и он услышал. Да. А сейчас я бы что бы попросил? Сейчас я бы попросил спокойствия какого-то внутреннего, поменьше эмоций, огня поменьше. Да. Меньше огня у меня вроде бы получается все лучше. Могу сам клюшку купить. Да. Вот так. Что еще? Все. Такой вопрос пришел еще во время онлайна. Александра, почему вы перестали продюсировать Таню Вендер? Как вы оцениваете ее творчество? Вендер. Да, 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 да. Ну, там были нюансы, и мне не хватало времени. Нужно было ей очень серьезно заняться. Как раз это был период, когда я был в Лондоне. И очень сложно, и я согласился, что я буду присматривать, что будет происходить, да, но чтобы другие профессора там занимались, это будет легче. Вот там как-то так. А с украинскими артистами еще пока не поступало предложение сотрудничать? Поступало очень часто с Украинскими. А кто? Ну, много неизвестно. Есть и были известны, но в последнее время неизвестно. А есть известных, которые были раньше? Не помню. Это и года три назад было предложение от Ани Лора. Но тогда не получилось, потому что как раз после Веры Брежневой и все очень так же, что по-моему, правильно. Потом уже как-то потерялась. Было бы здорово сейчас увидеть Ваше сотрудничество. Ваши гармонично смотрели. А на украинском языке не планируете что-то сказать когда-то? На украинском с удовольствием, если будет такая песня хорошая. Спасибо за ответы и завершающие слова для читателей КП и Ваших поклонников. А также определим лучший вопрос, кто получит билеты на концерт в Стереоплазме. Да, вопросы. Какие вопросы были? Немного интереснее было сейчас или потом. Можно после онлайня посмотреть. Давайте после онлайня посмотрим. А пока спасибо всем. Спасибо всем поклонникам. Спасибо, что всем читателям замечательной этой газеты «Космоска правда». Что меня смотрели, задавали вопросы. С наступающим Вас Новым Годом. Пусть это будет лучшим годом Вашей жизни. До 2016 конечно. Спасибо всем. Спасибо.